Впервые в России пройдет национальная премия «Умный город». Торжественная церемония вручения состоится в Красноярске 13-14 апреля при поддержке Минстроя и Минцифры России. Сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Регионы представят свои проекты, которые делают жизнь в городе безопаснее, удобнее и интереснее с помощью инноваций. Заявку на премию можно подать на сайте formsmartcity.ru На Крымской площади 17 марта состоялось мероприятие, посвященное Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией, пишут в телеграм-канале железнодорожного района. В нем приняли участие активные жители и учащиеся образовательных учреждений района. Волонтерами проведена патриотическая акция по раздаче ленточек «Российский триколор». Администрацией района была организована интерактивная викторина «Знаешь ли ты Крым», в ходе которой участникам удалось погрузиться в историю и проникнуться величественной природой полуострова. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечают 24 марта, в администрации Октябрьского района состоялось мероприятие с участием заведующей отделением номер 5 Самарского областного противотуберкулезного диспансера имени Постникова, говорится в телеграм-канале. Общей целью встречи стало повышение осведомленности о мерах профилактики и социальной информированности о заболевании жителей Октябрьского района. С 1 апреля в городе пройдет ежегодный месячник по благоустройству, напоминают в телеграм-канале Куйбышевского района. Управляющие компании ТСЖ, ТСН и городские службы благоустройства выполнят целый комплекс работ. От вывоза мусора и уборки городских территорий до покраски урн и мафов. Участие в месячнике могут принять жители района. В ближайшее время сотрудники администрации разместят информацию о выдаче инвентаря в управляющих организациях.